Рано или поздно закончится. Понятно, что она закончится безоговорочной победой России и тех граждан бывшей Украины, бывшей Украины, хочу подчеркнуть, которые сегодня выбрали свою судьбу и которые не хотят жить в этой бандеровской стране. И вот когда эта война закончится, всех надо будет спросить, а кто нажимал эту кнопку, кто нажимал эту гашетку, кто убивал этих беременных женщин, этих учительниц на территории мирных городов, кто отвечает за эти военные преступления и кто спонсировал эти военные преступления. У меня, знаете, такой, может быть, пока сказочный сюжет рождается, что на каком-то этапе в очень недалеком будущем поедет какой-нибудь военный министр какой-нибудь натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет. А проснется где-нибудь в Москве. Украден? Да. И вот там разберемся, кто какие приказы отдавал, кто несет за это в том числе ответственность. И я, кстати говоря, думаю, что это не такая уж и мифическая картина. Знаете, мы привыкли к тому, что мир устроен определенным образом. Вот с 24 числа он уже устроен совершенно по-другому. Новые правила в этом мире. И поэтому всякий военный министр, который завтра соберется в Киев, пускай он тоже об этом думает. Как бы не проснуться в Москве? Может, мечтают некоторые проснуться в Москве. Ну, я бы не пожелал ему проснуться в Москве и предстать перед судом. Так вот, из последних ездили Бен Уоллес. Это министр обороны Великобритании, который, напомню, уже несколько раз говорил, что Россия является для Зеленского законными целями. Я не хочу называть, Оля, а вы назвали. Нанесение ударов. И Остин. Тоже наш большой друг и товарищ, который давеча сказал, что это украинская война, и пусть Украина ее теперь воюет. Ну, посмотрим.